Не идеально. Кажется, она сломала ребро. А то и пару. Привет. Как прошло с Финой? Не очень. Ты ещё у меня? Не, я сейчас дома. Родители вернутся через неделю. Прибираюсь тут. Но могу вернуться. Да нет, порядок. Я тебе перезвоню. Теперь что? Эй, дядя Аарон. Мне нужен... Нужен совет. Насчёт чего? Насчёт всего. Ты не занят? Немного, но могу прерваться. Скоро перезвоню. А, спасибо. Давай, до связи. Понятия не имею, где искать Бину. Или, ну, форм. Наверное, надо подождать, пока дядя Аарон освободится. Берем. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Сегодня я имею честь беседовать с Саймоном Кригером, главой отдела разработки Роксон Энерджи. Мистер Кригер, скоро в Гарлеме запустят первый из ваших нуформовых реакторов. Однако не все разделяют вашу веру в нуформ. Ну, во-первых, Джона, позвольте сказать, что быть на вашем шоу — это честь и радость для меня. Что ж, я польщу. И да, вы правы, не все верят в прогресс. Например, Рио Моралес, которую, кажется, скоро изберут членом городского совета. Я признаю, что мисс Моралес очень умна. Она воплощает прекрасную ролевую модель для юных девушек. Но, по-моему, она тратит свою энергию не на то. Наши реакторы изменят Нью-Йорк, но изменят его к лучшему. Но, видимо, не все легко принимают перемены. Позвольте дать вам совет, как один сверхуспешный человек к другому. Знаете, что я говорю своим критикам? Идите вы в за*** вместе со своей критикой! Я аплодирую силе ваших убеждений. Вас даже штрафы не пугают. Главное — донести свою мысль. Штрафы? Какие еще? Джаред, сколько? Ш***! Быстро вырежь это! Привет! Встретимся в порту в адской кухне. Скоро буду. Что мне делать с Финой? Снова попытаться поговорить? Можно встретиться где-нибудь. В научном центре или в церкви Троицы. Нет. Теперь она знает, что я ей соврал. Она не согласится. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я тебе перезвоню. Итак, Майлз, вываливай. Опиши всю ситуацию. Фина, Роксон, подполье. Это всё чересчур, понимаешь? Тебе 17. У тебя стресс, и ты супергерой. Тебе надо учиться расслабляться. Ты ещё пишешь биты? Нет, с тех пор, как я начал это. Ищи баланс, малец. Самое важное в жизни. Вот. Небольшой проект, который мы с твоим папой когда-то замутили. Наш микстейп. Чёткие рифмы, все дела. Почему я никогда об этом не слышал? Потому что мы не закончили. Мы записывали шум улиц. Хотели, чтобы город стал нашей музыкой. Но твой папа был занят учёбой, а потом мы с ним разбежались. Ты можешь закончить нашу работу. Заодно отвлечёшься от своей. Да. Да? Хорошо. Что надо делать? Загружай. Я всё тебе расскажу. Мои голограммы направят тебя. Просканируй источник. Голограммы? Крадёшь мои приямы? Ха. Так. Не думай про Фину. Сосредоточься на звуках. Очисти голову. Просканируй голограммы. Они разблокируют файлы на моей флешке. Это поможет тебе понять, какой нужен звук. Попробуй ещё чуть ближе. Отличный звук. Ты в нужном месте. Да, вот так. Да, да. Да, это оно. Остальные звуки, которые тебе нужны, ждут в городе. Я оставил несколько сообщений, чтобы ты мог прочувствовать все звуки. Шикарно. Не сейчас. Привет! Нашёл что дельное? Да. Необычная динамика. Видишь? Старая школа не подводит. А ещё мне правда надо было проветрить голову. Теперь я знаю, что делать с Финой. Я встречусь с ней. И попытаюсь её отговорить. Лично? А где? Завтра ночью. У церкви Троицы. А почему спрашиваешь? Потому что у тебя на спине мишень размером с джерси. Не нужно меня защищать. Иногда нужно. Помнишь, ты говорил, что вы так и не закончили запись, потому что поссорились с моим папой. А что именно между вами произошло? Это запутанная история. Мы были очень похожи и очень отличались. Закончи запись, собери сэмплы. И услышишь рассказ целиком. Обещаю. Хорошо. Спасибо, дядь. Церковь Троицы. Умельца. Можете брать. Но парнишку не трогайте. Как же хорошо. Я так умотался. Итак, я позвоню Финне. Как только буду готов. Поехали. Поехали. Продолжение следует... Здравствуйте, друзья! Сегодня в нашем Доникасте дебаты с... И это ваша подводка? Позор! Мы, профессионалы, называем такое водой! Больше эмоций! Я задам вам один вопрос, Дани. Вы понимаете, к чему вы подстрекаете людей? Где ваша журналистская этика? Побольше некоторых. Потому что ваша кампания против Роксона обескураживает настоящих журналистов, таких, как я. Вам следовало бы выступать против этого молодого нетомстителя, от которого все проблемы в карте. Что? Вы показываете все, что делает Человек-паук, в абсолютно черном цвете, и при этом оправдываете все, что делает Роксон? Будь у Человека-паука классный пиарщик, вы были бы за него! Единственная проблема, которую исправляет Человек-паук, те, которые он сам и создал! Я не стану хвалить поджигателя за то, что он гасит свой же огонь! А Роксон, между прочим, построил красивую плажу в депрессивном районе! Только снес сперва чужие дома и заведения! Новый Человек-паук доказывает, что Гарлем не такая дыра, какой ее выставляет Роксон! А вы, мистер Джеймсон, для того, кто якобы любит Нью-Йорк, не слишком добры к его жителям! Вы явно дали волю эмоциям, юная леди, так что из чистой жалости к вам я прекращаю эти дебаты! Джаред, отключай! Тому вообще в голову пришло дискутировать с тинейджером! Нет доброй славы в том, чтобы разгромить ребенка! Вызывай машину! Поеду на массаж! Алло! Алло! Ну, все, он отключился! Что ж, спасибо вам за дебаты, которых вы так требовали, мистер Джеймсон! А все остальные не забывайте вставать каждые полчаса, когда работаете за компьютером! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...